Акта прощения Акта прощения Акта прощения Акта прощения Акта прощения Акта прощения Вопросы, которые у нас имеются, волнуют многих людей, но немногие имеют ответы на них, а ответы есть, и они написаны в Библии. Нас спрашивают сегодня, что же такое прощение? Почему человек нуждается в прощении от Бога? В чем выражается прощение Бога? Что дает или несет с собой прощение Бога? Все ли и всегда ли прощает Бог или нет? Посредством чего и как прощает Бог? Прощение, прежде всего, это богоподобный акт. Прощение – это отказ от возмездия за обиду и нанесенный ущерб. Это снятие претензий и обвинений в сторону прежде виноватого. Прощение дает тебе свободу наслаждаться отношениями и жить в мире и спокойствии сердца. Прощение – это реальность, несущая свободу. Один пастырь вот как заметил в Писании и выразил некоторые литературные обороты и сравнения, описывающие прощение. Простить – значит повернуть ключ, открыть дверь темницы и выпустить узника на свободу. Простить – значит большими буквами написать на долговой расписке «не должен». Простить – значит ударить судейским молотком и объявить подсудимому «невиновен». Простить – это значит выпустить стрелу из лука настолько высоко и далеко, что никто не сможет ее найти и вернуть. Простить – это значит вынести мусор и выбросить его, оставив дом чистым и светлым. Простить – это значит поднять якорь и пуститься под парусами в свободное плавание. Каждый человек нуждается в прощении Бога, и он это понимает, чувствует, переживает. А почему? Потому что виновен, потому что грешен, потому что испачкался, потому что осквернил себя грехом. Отвернулся от Бога, чувство вины гнетет человека, и это будет продолжаться, пока он не попросит прощения у Бога. Ведь прежде всего, делая любой грех, человек согрешает против Бога, и тем самым не только приносит вред себе, но и боль, и огорчение приносит Богу. В книге «Исход» мы читаем, «Господь Бог – человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Он сохраняет милость в тысячи родов, прощает вину и преступления и грех. Мы виновны, и поэтому нуждаемся в прощении». И Бог призывает, «Придите и рассудим», – говорит Господь, «Если будут грехи ваши, как багряная, как снег, убелю, если будут красны, как пурпур, как волну, убелю». Вот Божье прощение. В Евангелии от Луки, в 15 главе, притча о любящем Отце показывает нам картину грешника, который грешит против Бога. Но, возвратившись, просто окунается в любовь и полное прощение. Этот несчастный, грешный, молодой человек, возвратившись домой, приходит и просит о милости. И получает все – одежду, обувь, перстень, права сына, праздник и веселье. И мы видим в этом любящем Отце Господа и Спасителе, который за грешника жизнь отдал, чтобы даровать ему истинное прощение и мир, и свободу. В Библии, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете мы видим много людей, которые нуждались в прощении Бога к ним. Они обращались за прощением к Богу и получили Его. Это и Давид, и Монасия, и Неневитяне. Это и Закей, и Мария Магдалина, и разбойник на кресте, и Саву. Прощение Бога по отношению к человеку выражается в покрытии греха. В 31-м Псалме написано «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Оно выражается в изглаживании греха «Изглажу беззакония Твои, как туман, и грехи Твои, как облако, обратись ко Мне, ибо Я искупил Тебя». Прощение Бога выражается в удалении греха «Как далеко восток от запада, так Он удалил от нас беззакония наши». Прощение Бога выражается в заглаживании греха «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». И еще выражение Его прощения показано в некоторых текстах Писания «И грехов их и беззаконий их не вспомяну более». Или вот, посмотрите, «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Да, Бог прощает человека посредством искупительной жертвы своего единородного Сына Иисуса Христа и его пролитой крови. Написано, «Да и все по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею». Мы знаем с вами, что за безделушку высокую цену не платят. Душа человека бесценна, и кровь Христа бесценна. Она единственна и уникальна. В первом послании Иоанна написано, «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Господь прощает охотно, прощает даром. Он прощает обильно, прощает по благодати, прощает через Христа. Он это делает посредством крови, посредством искупительной жертвы и исповедания. И Его прощение несет с собой свободу, освобождение от чувства вины, мир, покой, радость, небо и уверенность в спасении. Господь имеет власть прощать, прощать грехи. И мы читаем об этом во второй главе в Евангелии от Марка, «При исцеление расслабленного». Мы читаем про женщину, взятую в прелюбодеянии. Господь, простив, дал ей напутствие. «Иди и впредь не греши». Исцеленному больному при купальне, называемый «дом милосердия», Он скажет, «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». В этих словах выражена воля Божия к прощенным в отношении к их будущей жизни. Не нужно жить так, чтобы снова просить прощения. Следующий вопрос мы имели вот какой. Все ли, всех и всегда ли прощает Бог? Мы снова за ответами обратимся к Библии. Библия говорит, кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Марк 3, 29. Также отступникам, которые осознанно бунтуют против Бога, о них мы читаем в послании к евреям в 6 и 10 главах. А Матфей записал в 6 главе слова Христа. «Если вы будете прощать людям согрешений их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Также погибнут и не будут прощены Богом те люди, которые не просят и не просили у Него прощения, то есть не раскаившиеся грешники. Христос говорил, если не покаетесь, все так же погибнете. Дорогой друг, тема прощения, о которой мы говорим сегодня, очень актуальна в наше время. Это нужная тема. В Евангелии мы читаем, что в последние дни люди будут непримиримы. И нам просто необходимо говорить о прощении и учиться прощать. Но проявлять прощение во взаимоотношениях между людьми невозможно, полноценно не понимая прощения Бога по отношению к человеку. Вот поэтому сперва мы и рассуждаем о прощении Бога по отношению к человеку. Иисус Христос в своем учении проповедовал, «Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб? А Я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего? А Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Тот человек, который обидел другого, еще больше обидел Бога. Разве обидеть человека страшнее, чем обидеть Бога? «Любой грех, прежде всего, совершается против Бога». Пятидесятый Псалом написан в результате греха Давида с Версавией. Он совершил прелюбодеяние и убийство. У него было чувство вины и осуждения. Он страдал. Он видел свой грех против Версавии, против ее мужа Урии, грех против собственной семьи, собственных детей и собственного народа. Но когда он молится, он видит дальше всего перечисленного. И он говорит «Тебе». «Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами твоими сделал». Любой грех нужно рассматривать именно прежде всего, как преступление против Бога, против святого Бога. Понимая это и получая прощение от Бога, мы будем стремиться примиряться и с людьми. Мы сможем уступить, мы сможем попросить прощения, мы сможем сами простить. Потому что мы ощутили Его милость, Его благодать, Его прощение. Мы получили от Него свободу. И мы осознали, что Бог прощает нам большее, то как мы можем не простить меньшее? Именно об этом рассказывает Матфей в 18 главе «Рассказ Иисуса Христа». Раб, которому было прощено 10 тысяч талантов, душил своего товарища за 100 динариев. Это был злой раб. И его отдали истязателям. Дорогой друг, мы рассмотрели вопросы, которые обозначили в начале нашей беседы. Что такое прощение? Почему человек нуждается в прощении Бога? Что несет с собой прощение Бога? Все ли и всегда ли прощает Бог? Посредством чего и как прощает Бог? Ответы на эти вопросы помогут нам в дальнейшем рассуждении нашей темы прощения. Во второй части этой темы мы рассмотрим прощение во взаимоотношениях между людьми и вопросы, которые связаны с этим разделом. То есть, почему нужно прощать? Кому нужно прощать? Все ли и всегда нужно прощать? Как прощать? Когда прощать? Сколько раз прощать? Что несет с собой прощение? Какие бывают последствия непрощения? И что нам мешает простить и просить прощения? Это некоторые вопросы, которые требуют ответов. Ответов в свете Святого Писания. Чтобы наши взаимоотношения между друг другом были хорошие, правильные, искренние, добрые. Текст Святого Писания прочитаю из Евангелия от Матфея, глава 6, 14-15 стихи. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших. Я полагаю, что нет людей на земле, которых не оскорбляли, и которые не оскорбляли бы других. Нет людей, которых не огорчали. Мы живем в злом мире. Нет людей, которые никого никогда не огорчали сами, потому что мы в греховной плоти. Уже на заре человечества мы видим вражду между людьми. На первых страницах Библии мы читаем «Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Бытие, глава 4, с 5 по 8 стихи. Иосиф скажет братьям своим «Не ссорьтесь на дороге». Стефан, рассказывая о Моисее, заметит, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, «Вы братья, зачем обижаете друг друга?» Все три фрагмента указывают о причинении боли, иногда непоправимой, кажется, очень близкому человеку, брату. Мы сталкиваемся с причиненными нам обидами и оскорблениями и в семье, и на работе, и в учебе, в церкви, и вообще в обществе, в котором находимся. Мы все виновны. Кто-то что-то не так сказал, кто-то что-то не так сделал. Мы все кого-нибудь обижали, мы все кого-нибудь оскорбляли. И мы понимаем, что нуждаемся в прощении, и понимаем, что должны прощать сами. Библия призывает нас «Прощайте и прощены будете» Евангелие от Луки, глава 6, стих 37. «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» – послание к Ефесянам 4.32. «Снисходя друг другу и прощая взаимно». Понимая, что Бог простил нам миллиардные долги, мы должны прощать всегда всем, и тогда, когда просят прощения, и когда не просят. Как-то я просил прощения у одного человека, которому причинил боль. И мне приятно и радостно было услышать «Я тебя уже давно простил». Это был христианин. Мы не должны идти на поводу навязчивых мыслей. Якобы просить прощения – это слабость, это отсутствие достоинства. Необходимо отстаивать свою правоту и прочее. Слабость и отсутствие достоинства и смелости – это, напротив, скрывать свою вину, носить в себе обиду. Как-то после одной жизненной ситуации ко мне подошел молодой человек и сказал «Я тебя осудил и был неправ, прости меня». Признаться, я был удивлен такой откровенности и все-таки сразу подумал, какой смелый и сильный поступок. Некто заметил – нет больше той трусости, чтобы прятать. И нет больше той смелости, чтобы открыться или признаться. Прощать нужно в тот самый момент, когда нам нанесена обида, мгновенно, чтобы не взращивать месть, воздаяние, ненависть, гнев, горечь, враждебность. Прощать нужно полностью, прощать нужно совершенно. В Писании мы читаем «Когда стоите на молитве, прощайте». Одна заметка говорит – прощение – это избавление от горечи и обид на кого бы то ни было и обретение собственной свободы от зла и всего дурного в себе. Прощение всегда связывают с чудесным исцелением от тягостного сознания своего несовершенства, от чувства вины перед тем, кому хотел недоброго, кого винил. Евангелист Матфея рассказывает, как однажды Петр спросил у Иисуса «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз?» Иисус говорит ему «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз». А действительно, сколько раз прощать согрешающему против тебя? Мы можем спросить себя, а были ли такие ситуации в жизни, когда человек, попросивший прощения и получивший прощение, снова и снова причиняет тебе огорчения и страдания? Кажется, что человека, которого неоднократно прощали, ему уже будет стыдно и самому печально, если он снова приносит обиду. Петр озвучивает цифру семь. До семи ли раз? Иисус берет эту цифру и умножает, как кто-то подчеркнул на бесконечность. Нам нужно с вами прощать. Прощать не считая, прощать полностью, прощать от сердца, прощать искренно. Чтобы прощать других, нам нужно, прежде всего, понимая прощение Бога, которое Он даровал нам, самим научиться просить прощения у ближних, если причинили им боль и страдания. Где-то осудили или оклеветали, кто-то сделал более тяжелые преступления. Иисус учил. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу». Если даже ситуация спорная, нет необходимости отставить свою правоту. Прощение нужно просить первому. Пусть лучше будет, как в рассказе, «Оба неправы и мир», чем «Оба правы и мира нет». Необходимо научиться признавать свою вину. Мне было приятно слышать, когда моя супруга на вопрос, чему ты научилась от своего мужа, ответила. «Просить прощения». Действительно, с первых дней нашей совместной жизни я старался всегда первым просить прощения, и всегда видел положительные результаты, которые способствовали гармонии в семейной жизни. Даже если ты считаешь себя правым, но мира нет, лучше попросить прощения ради мира. Да и потому, что доля вины при конфликте все равно есть. Когда просишь прощения, то другая сторона тоже начинает просить прощения, потому что усиливается чувство вины, и ты думаешь перед этим, что его вина больше. Но когда он смиряется и тоже просит прощения, ты видишь, что и ты виноват. Может, в меньшей степени, но твоя вина тоже есть. Нельзя стесняться просить прощения в семье, у жены, у мужа, у родителей, у детей, если поступил с ними несправедливо, чрезмерно наказал, пообещал куда-то съездить и не съездил, что-то пообещал купить и не купил, проси прощения. Нельзя стесняться и стыдиться просить прощения, если ты виноват, где бы это ни было. Среди коллег на фирме, или у начальства, или в церкви ты причинил кому-то боль, или тем, с кем ты учишься. Обратим внимание еще вот на что. Если ты кого-нибудь принародно унизил или оскорбил, совершенно неправильно будет после отправить слова извинения по СМС или произнести их по телефону. В таких случаях необходимо персонально разговаривать с человеком. Вам с человеком нужен контакт. Смотреть нужно на человека, а не в сторону. Держать контакт глаз. А также необходима искренность и душевность. Интонации должны быть мягкие, просящие, без оправданий. Когда просишь прощения, нельзя, как бы, между прочим, сказать, ну ты меня извини, или ну ты прости уж. Так получилось. Обращение должно быть максимально развернуто. Я хочу попросить у тебя прощения. Прости меня, пожалуйста. И далее развернутое понимание своей вины. Озвучить вину два-три раза. Сказать так, чтобы тебя услышали. И если тебя услышат, поверят. Если поверят, простят. Для того, чтобы просить прощения, нужно осознавать свою вину. Нужно смириться, нужно молиться Богу, чтобы он расположил того, у кого просишь прощения, и наделил его способностью простить. Нужно быть готовым воздать, подобно Закею, в четверо. Возместить ущерб. Другая сторона может ожидать воздаяния. Но нам в этой ситуации необходимо иметь настрой, понести для себя ущерб. Поэтому нужно иметь такой настрой. Ну а позвонить, написать письмо, это можно сделать только в исключительных случаях, если нет возможности встретиться. Люди встречаются с различными огорчениями. И одно из распространенных – это осуждение злословия. Если человек, рассуждая о ком-либо, унижает его в сердце своем, это может быть осуждением. Если человек говорит про другого нечто негативное, даже если это правда, но он говорит это в отсутствии человека, это может быть злословием. Поэтому никогда не говори о человеке третьего лица, если его нет рядом. Можно легко осудить и начать злословить. Если это уже произошло, что делать? Выберем один из трех вариантов. Попросить прощения, рассказав все тому, о ком говорил. Или рассказать это душепопечителю на исповеди. Или поговорить с тем, с которым осуждал. Попросить у него прощения, указав на свою вину. Попросить прощения у Бога. И остановить непристойный процесс. Нам необходимо выбрать третий вариант. Научившись просить прощения, нам будет легче самим прощать. В прошлом году многие слышали историю, произошедшую в одном из городов России, когда обычный работяга врезался на своей машине в Роллс-Ройс одного из олигархов. Последний при камерах сначала как бы простил виновного, но после подал на него в суд, обозначив громадную сумму для выплаты. К сожалению, так бывает сегодня среди людей. Так же бывает, человек, попадая в конфликт, хочет, чтобы был мир, чтобы не было распри и готов пойти на многое, чтобы взаимоотношения были восстановлены. А другая сторона не прощает. Да, это и неудивительно. Мы читаем в Писании, что люди будут непримирительны. Второе послание к Тимофею 3.3. А таких нужно поститься и молиться, чтобы Бог дал им силы простить. Если это происходит с нами, то нужно понимать, человек, непрощенный нами, это приговор, который мы озвучиваем. Он называется пожизненное заключение. И сажаем его в клетку своей души и носим его там всегда. Нужно открыть эту клетку и выпустить непрощенного. То есть принять решение и простить обидчика. Однажды один ученик спросил учителя. Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении. Никогда не злишься. Помоги и мне быть таким. Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный пакет. Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, сказал учитель, то возьми этот картофель. С одной его стороны напиши свое имя, с другой имя человека, с которым произошел конфликт, и положи этот картофель в пакет. И это все? Недоуменно спросил ученик. Нет, ответил учитель. Ты должен всегда этот мешок носить с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель. Ученик согласился. Прошло какое-то время. Пакет ученика пополнился еще несколькими картошинами и стал уже достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся скользким гадким налетом, некоторый пророс, некоторый зацвел и стал издавать резкий, неприятный запах. Ученик пришел к учителю и сказал, это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжелый, а во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое. Но учитель ответил. То же самое происходит и у тебя в душе, когда ты на кого-нибудь злишься, обижаешься, но у тебя в душе появляется тяжелый камень. Просто ты это сразу не замечаешь. Потом ко мне становится все больше. Поступки превращаются в привычки, привычки в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться, или наоборот обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот камень. Это хороший пример, который показывает, что происходит, когда мы не прощаем или сами огорчаем кого-то. Мы должны понимать, что прощать всегда лучше, чем не прощать. Непрощающий человек не приветствуется в приличном обществе. Непрощающий – это человек, с которым никто не хочет быть рядом. Ведь человек, не способный простить, не способен и перестать говорить об обидчике, которого он не прощает, и об обиде, нанесенной ему. От него дурное влияние. Библейские примеры непрощения – это Лаван, это Авесолом, это Симеон и Левий. Некто замечает, Писание четко и ясно говорит, где нет прощения, там будет горечь. Горечь производит ненависть. Вместе с ненавистью приходит гнев, а результат ненависти, гнева и горечи – жажда мести. Человек стремится отомстить. Однажды одна пожилая дама подъехала к магазину и только начала заезжать на стоянку, как какая-то спортивная машина стремительно перерезала ей дорогу и стала ровно на то место, где она сама собиралась запарковаться. Из машины вышел парень, насвистывая и крутя на пальцы ключи. Она опустила стекло и сказала, молодой человек, что же вы делаете? Он сказал, я молодой, здоровый и делаю, что хочу. И пошел в магазин. Но не успел он туда войти, как услышал грохот и скрежет. Он повернулся и увидел, что эта дама в большом кадиллаке въехала в его машину. Он закричал, эй, и побежал к машине. В это время она подала назад и с разгона снова въехала в его машину. Он подскочил к ней и закричал, что же вы делаете? Она нажала на кнопочку, чуть-чуть опустила свое окно и сказала, я старая, богатая и делаю, что хочу. Вот из этого примера мы видим, как человек желает и стремится сразу утолить жажду мести. Горечь, гнев, ненависть, месть – все это последствия непрощения. Библия говорит, «Благословляйте, а не проклинайте. Никому не воздавайте злом за зло. Не мстите за себя, возлюбленные». Когда обижают, есть несколько действий, которые используются. Отомстить, загнать горечь вовнутрь или простить. Простить – это самое правильное действие. Кто-то сказал, «Месть кажется человеку сладкой, но это всего лишь подслащенный яд. Ее привкус горький, как ад». Прощение же действительно сладко. Оно приносит мир и сознание Божьего расположения. Мой друг, то, что в действительности нам мешает прощать других и просить прощения, так это самолюбие и гордость. Страх и оглядка на мнение окружающих. Надежда, что все само собой пройдет и рассеется. Неосознанное желание мстить, настаивание на своей правоте и поиск справедливости. Ожидание, что другой человек подойдет первым. Страх оказаться лицемером. Боязнь показать свои чувства и неспособность забыть обиду. Все это мешает нам просить прощения и прощать обидчиков. Мы должны избавиться от того, что нам мешает. Мы должны прощать. Мы не читаем в Библии, чтобы Иосиф мстил жене Патифара или своим братьям. Мы читаем молитву Стефана. Господи, не вмени им греха сего. Он не говорит, воздай, отомсти. Нет, он так не говорит. Апостол Павел говорит, нас огорчают, а мы всегда радуемся. Я благодушествую в обидах. Да, мой друг, простить всегда лучше. Простить, значит, вдребезья разбить глиняный горшок, чтобы больше его уже было не собрать. Прощать имеет смысл. Это благотворно. Прощать – это благоразумно. Это освобождает. Это несет мир. Это рождает любовь. Мой друг, всмотрись в Иисуса, в Иисуса на Голгофском кресте. Слова, которые он говорит с креста, могут изменить тебя в отношении к прощению и непрощению. А он говорит, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Отче, прости им. Иисус сам прощает их, но осознает, что Отец может воздать, поэтому и просит, чтобы и Отец простил их. Пусть благословит тебя Господь, дорогой друг, и явит тебе милость быть прощенным Богом и наделить тебя способности самому просить прощения у тех, кому причинял боль, и прощать тех, которые тебе приносили страдания и горечь. В заключении, помолимся Господу. Господь и Бог, от всего сердца благодарю тебя за спасение, которое ты совершил. В нем ты выразил свое прощение. Слава тебе! Ты прощал, прощаешь и будешь прощать тех, которые хотят этого. Слава тебе! Ты учишь и нас через слово свое, чтобы и мы прощали ближних своих. Слава тебе! Ты учишь нас, чтобы мы просили прощения у тех, кому причиняли боль и страдания. Слава тебе! Ты говоришь нам, чтобы мы не мстили и не воздавали злом за зло. Слава тебе! Господь, дай всегда смотреть на тебя, учиться от тебя и подражать тебе. Ты святой, праведный Бог, и тебе еще и еще хочется поклониться и воздать честь и благодарение. Слава тебе! Отец, Сын и Святой Дух!